Добрый день, с вами AXBT.com и передача AXBT Live. Сегодня у меня на столе акустическая система Defender G40 с очень необычным дизайном и большой коробкой. Давайте откроем ее и посмотрим, что там внутри. Коробка закрыта на скотч и открывается достаточно беспроблемно. Главное взять нож поострее и просто скотч отрезать. Все. Внутри нас ждут сразу антенна для радио, кабель для подключения источника звука, небольшой пульт, похожий на уменьшенную версию телевизионного пульта в пакетике, два небольших сателлита, пенопласт, который нам совершенно не нужен, давайте его выкинем, и достаточно большой сабвуфер, к которому все это дело и подключается. Коробка, я думаю, нам с вами больше не нужна, и давайте разбираться, что нам здесь положили. Так, сабвуфер. Сабвуфер представляет из себя вот такой небольшой черный ящик, он выполнен из пластика и МДФ. На фронтальной поверхности находится небольшой кранчик, мы с вами посмотрим, как он работает. Большой 5-дюймовый динамик, закрытый таким своеобразным пластиковым щитом, на котором расположены основные кнопки управления колонкой. Это выбор устройства воспроизведения, увеличение и уменьшение громкости, и смена треков, воспроизведение треков, а в режиме радио эти кнопки отвечают за смену частоты. На верхней грани сабвуфера находится USB-вход для флешки и вход для карты памяти. Это пригодится вам, если вы вдруг внезапно решите послушать музыку с флешки. На правой и левой грани колонки, собственно говоря, ничего нет, а вот сзади расположены все основные разъемы, в которые мы будем подключать сателлиты, источник звука, и на котором также находится регулятор баса, который управляет громкостью сабвуфера, и отверстие фазоинвертора. Также здесь находится тумблер включения. Блок питания, как вы видите, встроенный, а кабель несъемный. Источник звука подключается двумя так называемыми тюльпанами или RCA разъемами выхода на сателлиты, также формата RCA. Ну, на сабвуфер вроде посмотрели. Давайте посмотрим с вами на сателлиты. Снимем с них пленочку, уберем пленочку подальше и посмотрим. Сателлиты достаточно небольшого размера, и на самом деле они похожи на уменьшенную версию сабвуфера. Посмотрите на них рядом. Они практически одинаковые. Разве что здесь, на вот этой пластиковой накладке, нету кнопок, а есть просто прорезь. Под прорезью находится трехдюймовый высокочастотный динамик. Динамику в сабвуфере отданы частоты от 20 до 200 Гц, а, соответственно, динамики сателлитов воспроизводят от 200 до 20 тысяч Гц. На правой и левой сторонах совершенно ничего нету, и сателлиты, кстати говоря, как один похожи друг на друга. Разве что различаются цвета штекеров. Вот как выглядят два сателлита вместе, вот их штекеры. Что еще у нас здесь есть? У нас есть небольшой пультик. Пульт очень легкий, и, кстати говоря, поставляется он почему-то без батареек. Вот если бы были батарейки в комплекте, было бы гораздо проще. А так вам придется покупать две мизинчиковых батарейки. Ну, мелочь, конечно, но тем не менее. На пульте есть кнопка включения колонки, кнопка выбора устройства воспроизведения, цифровой блок для того, чтобы задавать частоту в режиме FM-радио, кнопка Mute, кнопка выбора пресета эквалайзера, кнопка тюнинга частоты радио и кнопки смены треков и управления громкостью. В целом, все, что нужно, единственное, о чем стоит сказать, пульт работает через ЭК-порт. Соответственно, направлять его нужно четко на сабвуфер, и это не всегда бывает удобно. Но для всех бытовых функций, для того, чтобы слушать музыку с компьютера, для того, чтобы слушать музыку через Bluetooth, пульт вам будет абсолютно не нужен. Пульт пригодится только, если вдруг вы там решите послушать радио и поискать частоту в пределах десятых долей. Давайте попробуем воткнуть систему в розетку, подключить сателлиты и посмотреть, как все оно у нас играет. Конечно, через мой микрофон вы не услышите реального звучания системы, но мы хотя бы проверим, что оно работает, подключается по Bluetooth к смартфону и, в принципе, выдает какой-то адекватный звук. Итак, я воткнул кабель питания в розетку, подключил сателлиты в РСА-разъем и на всякий случай подключу вот такую вот длинную антенну для радио. Что ж, следующее, что нам нужно сделать, это включить колонку тумблером на задней части. Итак, готово. Как вы можете видеть, здесь загорелся экран. Далее кнопкой Input на передней панели нужно выбрать способ. Способ воспроизведения. Я хочу включить трек с телефона через Bluetooth, так что я и выберу Bluetooth. AUX. FM-радио. Bluetooth. Давайте попробуем подключиться. Включаем настройки Bluetooth. Колонка определяется как Defender J40. Перепутать с чем-то еще невозможно. Что ж, вот колонка подключилась, сопряжение происходит моментально и не требует никаких паролей. Давайте попробуем запустить какой-нибудь трек и послушать, как он звучит. И послушать, как он звучит. Адекватного представления о звуке через мой микрофон вы, к сожалению, не получите. Здесь уже можно прийти в магазин и послушать своими ушами. Что я могу сказать про звук? В целом мне все нравится. Максимальная мощность колонки составляет 40 Вт. И максимальная громкость у нее действительно достаточно высокая. Единственное, что на очень высокой громкости и полностью выкрученном регуляторе баса, бас становится, на мой вкус, достаточно грязноват. Вот. Но это исключительно на мой вкус и вряд ли вы будете выкручивать регулировку баса на полную. В целом, стереопанораму можно себе создать хорошую, разнеся вот эти два сателлита по разным концам стола. Давайте, может, включим еще FM-радио и послушаем, как работает оно. К сожалению, радио здесь мне поймать не удалось, но я думаю, если вы поднесете антенну ближе к окну, то у вас все получится. А уж где-нибудь на даче и подавно. Вот такая система получилась у компании Defender. И у нее есть несколько особенностей, о которых я обязательно должен сказать. Во-первых, это особенности конструкции. Дело в том, что динамик не прикрыт никакой решеткой. Его закрывает только вот эта вот пластиковая накладка. Под нее можно залезть пальцем и испортить динамик. Это могут случайно сделать маленькие дети. Так что от маленьких детей систему лучше беречь. Во-вторых, сам дизайн достаточно футуристичен и подойдет не всем. Кому-то он может решительно не понравиться. Ну, а кто-то будет в восторге. Ну, а в целом, у данной акустики все хорошо. По звуку она неплоха. Регулировку баса я советую держать в среднем положении. Тогда бас будет слышно и он не будет грязным. Полную версию обзора вы можете прочитать по ссылке в описании. Подписывайтесь на наш канал. Оставайтесь с нами. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!